Я вечный заложник этого скафандра! Я живу в доме, в селе, со всеми благами цивилизации, так еще. Весной деревни похожи на рай, ибо цветет не только трава, но даже деревья, имею хороший игровой комп. И мои домашние, тоже хорошие и добрые люди, но все равно я воспринимаю такое явление, как жизнь ибанным мраком. А тех, кто заводит детей и бучаевые маньяки, презираю вас, бляди. Те, кто жили в совке, не считаются, ибо тогда, если ты был без детей, то ты типа шизоид и гомосек. Спросите, какого хуя ты вые, бываешься у тебя все норм. Если не нравится, иди убейся. Тут начинается самое интересное. Я не знаю, как это назвать, но я тупо не могу. Это ебучий мясной двуногий скафандр, живет своей жизнью. Я про свое тело, я клоню к тому, что тело, оказывается, не выполняет некоторые мои хотелки. Например, после того, как я решился убиться, у меня не получилось даже встать со стула, чтобы пойти сделать дело. Это еще не все. Я не просто не могу выпилиться, но и просто навредить себе. Я когда-то, чтобы доказать, что я это я, я себя контролирую, решил засунуть палец в чашку с кипятком. Так вот, нихуя не получилось, все сделал, заварил воду, стою над стаканом, поднял руку, а палец опусти туда. Не могу хоть ты трясни, даже с закрытыми глазами, хоть внушал себе, что там все остыло. Нихуя этот мясной скафандр не подчиняется. Вообщем это какой-то блок в моей башке, который не дает съебаться с этого проклятого мира. Я как осознал, что я заложник, и этим телом не являюсь, то охуел и вогнался в лютое уныние, в котором нахожусь и по сей день. Я с юных лет знал, что у меня не будет детей, ибо это садизм. А вот мое тело хотело, чтобы я завел роман с какой-то тян и нахуярил штук 10 личинусов. Благо я эту мясную мартышку заткнул тем, что внушил, что все бабы на планете спидозные. Также я не могу никого спровоцировать на агрессию того, кто сильнее меня или имеет преимущество, ну или красивый. Если что я верю в душ и потусторонние миры, сам почти каждый день выхожу в астрал. Скажу я вам, что после осознания себя вне тела испытываю блаженство умноженное на триллион в двадцатой степени. Жаль только когда просыпаюсь плохо запоминаю астралы, и редко помню их полностью. Я пробовал выпилиться тем, что не возвращаться в тело, не получилось. Кстати, я написал записку с кодами от компа и карты и прочую хуйню, и объяснил в записке, что типа, Глубоко погружаюсь в астрал, типа могу не вернуться. Короче, я в очередной раз проснувшись, забыл убрать записку, ибо не подох, а моя мать нашла записку. Блять, там такое было, слезы, рыдания и крик, сука, был такой, что все соседи сбежались. Бабуля то же самое, батя позвонил, начал говорить, как батя, ну, вы поняли как? И это я еще даже не подох, а там мои такой цирк, устроили, что я как вспоминаю эту хуйню, и краснею по сей день, чуть не сдали в дурку, чтобы меня связанного до конца жизни, кормили санитары. Увы, но в моем случае самоубийство тупо невозможно, ибо мое тело даже рисковать не любит. Нет, чтобы сократить путь спрыгнув с двух метров, нет хуй там, безопасный путь ему ищи. Итог, я заложник, и боюсь заводить разговор на эту тему с домашними, чтобы не сдали в дурку, да и незачем им это знать. Я не есть мое тело, это просто разумное животное, в котором я заперт. Те, кто совершают самоубил, вы кто ебать? Как вы это делаете? Я еще видел, что они лезвием делают царапины на руке, для меня непонятно, как они это делают, ибо для меня это тупо невозможно, разве что только вытащить занозу из пальца и надрезать кожу, еще да. Поход к стоматологу и лечении, и вырывании зубов, это еще возможно. Пасть открывал сам, разжимать не приходилось. На этом пока что все, так и существую в плену у своего тела. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok